Ребята, всем привет. Сегодня 22 мая. Наступило настоящее лето, хотя по календарю как бы весна. Я приехал на речку, на свою любимую речку Яма и хочу сегодня половить щуку. Сегодня будет необычная, не просто рыбалка, когда я буду там ездить, троллить, бросать воблера или еще что-то. Сегодня я надумал эксперимент. В чем будет заключаться эксперимент? Сегодня я хочу протестировать две блесны-не-зацепляйки. Половить сегодняшний вечер, завтрашнее начало дня, вот это все сложить, дать им примерно одинаковые условия. Конечно, идеальных не получится, но примерно. То есть там менять их с определенным периодом времени, пытаться бросать в одних и тех же местах и посмотреть количество сходов, количество поклевок. Ну и вообще результативность, как они проходят траву, как они себя ведут. Почему такой интерес к незацепляйкам вообще? Ну, самая главная причина, это потому что в этом году очень низкий уровень воды в речке. И там, где работали воблера, то есть которые там при твичинге идут на глубине около двух метров, в этом году глубина, ну не знаю, может быть на полметра ниже, и они цепляют дно. Цепляют ел, траву и всякие такие вещи. И тут на помощь приходят вот они, незацепляйки. Значит, первое, как бы на тесте будет, такой я уже ловил в прошлом году, ловил достаточно удачно. У меня есть видео, где щука ее кушала как бешеная. Она была только чуть-чуть в другом цвете. Это, значит, Раппала Minnow Spoon. Средний размер, то есть они есть в трех размерах, 7, 8 и 9 сантиметров. Бывает еще с погремушкой, но это почему-то нет. Видимо, там какие-то буковки отдельно за это отвечают. И у Раппалы я нашел вот такого типа незацепляйки. Называется она Widless Shed. И она 16 грамм. По-моему, она тоже 8 сантиметров. Да, она тоже 8 сантиметров. У нее интересная игра. Посмотрел на Ютубе, игра понравилась. И, значит, почему-то мне кажется, что она будет цеплять травы больше, чем эта. Потому что у этой как бы крючок сбоку, она так ее хорошо обходит. Здесь же он сверху. Ну, не знаю. Но, по крайней мере, она такая красивая рыбка, интересная игра в нее. Вот такой эксперимент я себе придумал. И посмотрим, что будет в результате. То есть, какое количество поклевок, какое количество сходов. Будут ли вообще поклевки, будут ли вообще сходы. Какая самая крупная рыба. Насколько одна будет цеплять траву, насколько другая. И, значит, вот так. Я буду примерно, может быть, минут по 40, может быть, по часу ловить каждый из них. Менять. Если поймал одной, в этом же месте бросать сразу другую. Ну, и так далее. Попробую дать примерно одинаковые условия им обоим. Так что вот. Надеюсь, это прикольная идея. Надеюсь, у меня что-нибудь получится. Начинаем. Продолжение следует. Так. Ну, начнем, пожалуй, с новичка, которым я еще не ловил. Так. Ну, не зацепляй-ка. Но за счет того, что крючок сверху, конечно, наверное, что-нибудь будет зацеплять. Ну, посмотрим. В интернете посмотрел, игра совсем неплохая. Вес хороший. Ну что, первые забросы. Ох, хорошо летит. У меня интересная игра. Пока ничего не зацепило. Но это был просто первый заброс. Пай прям в самую гущу. Швыряется неплохо. Так, ребят. Ну, я дал вместо 40 минут, даже целый час этой приманки. И не было ни одной поклевки. Не было ни одной поклевки. Что ж, настало время ее оппоненту. Они у меня есть в двух расцветках. В расцветках такая синенькая и вот такой агрессивный цвет. Но я, наверное, посажу такую бело-желто-голубенькую. Странно, что не было ни одной поклевки. Сейчас посмотрим. Если на эту не будет, то что-то здесь не так. Здесь можно увидеть, что чайки буявят. Ведут себя как-то странно. И там в камышах все шевелится. Возможно, я попал на нерест какой-то рыбы. Ну, густеры или как здесь ее называют, морга. Если это так, то это немного печально. Потому что щука тоже может находиться там где-то в камышах рядом с ней. Потому что в это время рыба ведет себя достаточно странно. Не боится хищника. Неосторожно ведет себя. И поэтому, возможно, моей блесна ее не интересует. Ребят, окунь вышел. И достаточно крупный, но не взял. Но она все-таки крупная. Ничего себе. Первый заброс. И он прям... Прям еще чуть-чуть бы и куснул. Интересно. Вот это уже интересно. Не взял, но все-таки не особо окуневая приманка. Да-да-да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Под самое завершение взяла мелочь, но очень приятно Для сегодняшнего дня просто прекрасно Вот так Иди сюда Вот она Первая сегодня за 4 часа То есть, ну Так себе эксперимент, но получается пока это фаворит Катаю их примерно одинаково Меняю эту спунмину на вот эту Рыбку отпустим Маленькая Но не зацепляючка сработала И это очень приятно Так, ну ладно Еще есть полчасика Проверим Если ничего, тогда эксперимент будет продолжаться завтра Что делать? Давай, давай, давай Давай, давай Ну, побежала Хотя бы потрогал сегодня рыбку Продолжим 1-0 В пользу этого воблера Этой не зацепляйки Ребят, доброе утро Дождался я рассвета За вчерашний день взял только одну щучку После этого, не знаю Половил еще полчасика И поехал домой Подумал, что, ну вчера было тотальное бесклевье Реально, за 4 часа была одна поклевка щуки Это печально Поэтому я подумал, что Попытаюсь утром Сегодня встал пораньше Сейчас 5 утра Хотел еще раньше Еще раньше не получилось Я продолжаю тестирование Блесен Вчера перед закатом Значит, щуку Единственную за вчерашний день Взял вот Рапала Уидлис Шет Восьмерочка Тогда Сегодня Я начну С другого Вот со спуна И буду давать им Попытаюсь Примерно Одинаковое время Одинаковые возможности Для поимки рыбы Опускаем мотор И погнали Субтитры сделал DimaTorzok Ребят Не прошло Короче И И нескольких минут И взяла мелкая-мелкая щучка Вот на Опа Вот она продолжает нырять На ложку На спун Это мне очень понравилось То есть Прямо мелкого размера Я даже думал Она больше вата Оказалось Нет И так Хорошо села Поэтому можно сказать Один-один Опа Ребят На низу цыпляечку села На вторую А ну-ка Это хорошо Утром оно Повеселее пошло Но всплывая Всплывая Ну Будем брать Так Вот оно Ребят Щукенция Здорово Итого Получается Счет 2-1 Давайте Отпустим Пока Счет 2-1 В пользу Уидлис Шет Бросаю Эту сейчас еще 10 минут И потом полчаса Уделяю Той ложке Так Ложка Настало Твое время На четвертом забросике На этом месте Кто-то взял Но кто-то опять Очень мелкий Как им такая мелкая Чучка-то берет Ну что там Дай увидеть 2-2 Получается Ага Вот Второй раз На эту блесну Берут щуки Вот такого размера Сегодня такая была Причем она ее атаковала Прям Это не забагрилось Ничего Как бы по рыбе 2-2 Но размер По размеру Выигрывает Не это Блесна Ладно Продолжим Как же я долго Ее ждал Опять мелочь Так Выходит в отрыв У нас Ложка Блин Полтора Или два часа Поклевок не было И вот она На ложечку Ну Посмотрите на это Ой Тихо-тихо-тихо Вот 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 Так вот Не зацепляйка Я сделала Сломала Челюсть Немного Итого Получается Счет 3-2 Ловим Дальше Ребят Видите Лису Я тоже Она Есть Ребят Это вот Ещё Одна Сразу И опять На неё И это Вроде Немного Потяжелее А Послабло Нет Дёргается Дёргается Ну Это уже Интересно Это что ли Домой Хочет поехать Ну Не Не тяжёленькая Просто Что Покрупнее Чем До этого Возьмём Её Подсад О Готово Ну Вот Показывает Себя Ложечка То Это Синенькая Рапала Спун Мину Ну Вот Она Такая Рыбка 50 Сантиметров И поэтому Можно её Забрать Домой Хоть Одну То Наушицу Получается Блесна Ложка Лидирует 4-2 Пока И Она Взяла Самую Крупную Рыбку Ну Что Шет Настало Твоё Время Счёт Пока 4-2 Но Есть Все Шансы Догнать Ребята Вот Ещё Она Уже Наш Шет Ай 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 Заправка Какую Ну Давай 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 Всю Стену Он Догоняет И По-моему По-моему Я так скажу А Нет Или Там Травка Но На Размер Ох Как Уходит Давай 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 Ещё Разок Ну Пусть Погуляет Опа Хорошего Размера Ну Пусть Такая Оп Стоп Килушечка И вот На этот Шаттл Ну Это уже Неплохо Это уже Интересно Как Она Его Взяла Вот Он Если Пробивает Вообще Эти Незацепляйки С большим Грючком То Достаточно Сложно Рыбе Сойти Но Пробить Тоже Надо Умудриться Счёт 4-3 В пользу Ложки Но Шаттл Сегодня Берёт И вообще Рыбок Покрупнее И Хоть Всего Три Против Четырёх Но По Общему Весу Рыб Конечно Он Побеждает Блин Мне нравится Начинают Нравятся Эти Обе Незацепляйки Причём Не Определись Фаворита Это Хорошая Это Килушечка А вот И Она Ничего Себе Получается 4-4 Мы её Вот так Возьмём Вот ещё Одна Такая Нашет Четвёртая Получается Счёт 4-4 Ну Давай 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 Ребят Ну что Вот и Завершился Мой Эксперимент По Облову Вот этих Двух Приманок Напомню Что Это Рапола Уитлис Шет 8 Сантиметров И Рапола Мину Спун Спун Мину Тоже 8 Сантиметров Что По итогу Получилось По итогу Боевая Ничья То есть 4-4 По количеству Если судить По качеству То мне показалось Что Шет Брал Рыбку Покрупнее Кстати Я подумал Продолжить этот Эксперимент В плане Я весь сезон Сезон Только начался И я Иногда Буду Полавливать С теми Гублерами Буду Стараться Ими Ловить Примерно Равное Время Записывать Результат И В конце Сезона Я сниму Ролик О самых Красивых Поклевках На эти Гублера И Расскажу Кто Кого Победил Пока Ж Боевая Ничья Обе Незацепляйки Работают Здорово Буду Ими Ловить Вот А если Вам понравилось Видео То Ставьте Лайки Подписывайтесь На канал Всем спасибо Что смотрели Всем пока